20, 21, 22, 23... Ну, более-менее нормально. Итак, ребятки, каточка началась. У команды... Виктис. Файрт играет на Спэрроу, Уайлд играет на Дейкер, Космани играет на Рэмпэйджи и Руканджи играет на Ховицере, и Зун 1, 2, 3 играет на Груксевичи. Ну и, соответственно, у команды Олдрич или Олдрих, пусть поправят нас, ребята, если как там правильнее. Айкофи играет на Твимбласте, Торч Шилд играет на Груксе, Роуд 2 Инвидия, забавный никнейм очень, играет на Рэмпэйджи, на Мердоке катает нас Джи-Джи-Мон или Гегемон, и Капсяндр у нас катает на Мюриль. Ну что ж, поехали. Капсяндр, это Торпик. Ребята агрессируют уже, собственно, во вражеский лес, и причем довольно-таки активно начинают игру, не забирают вражеский баф пятером. И я уверен, что команда Виктис не ожидала такого поворота. Совсем они не ждали того, что... Их спас вард, который там, ну, кто-то... Да, то бы еще сейчас и килы бы посыпались на буквально первой минуте. Неплохая агрессия, с одной стороны, но с другой стороны, это не совсем хорошо, потому что на линии ребята получат намного больше опыта, общего. Но с другой стороны, они оставили лесника команды Виктис без красного бафа, естественно, без опыта. Да, это такая вот палка о двух концах. С одной стороны, конечно, им нужно было здесь кого-то убивать, для того, чтобы получить хоть какое-то преимущество от этого забега, но так, получается, они немножко теряют опыт. И вот сейчас они, видимо, пытаются зайти в мид, потому что... Да, но они стоят на варде, они стоят на варде, и Виктис видит их, видит, что там четыре человека стоит, этот хомяк понимает все. И я вижу отличную игру от Олдричев, которые пытаются сагрессировать, но я вижу отличную игру и от Виктис, которые готовы принимать такую агрессию. Да, забавно, начинается катка, есть хоть какие-то здесь мувы, есть на что посмотреть, это вот экшон какой-то пошел, видимо, что на мид пытается выйти рэмпидж, и, скорее всего, будут пытаться забирать кого-нибудь, вот это, видимо, Мюрель, запрыгивает в нее рэмпидж, и будет листанчик, да, сейчас-таки. Ну, Копчанда, скорее всего, уйдет, но нет, дэмпиджа слишком много вливается, я думал, что он через свою арбеньку-то уйдет, но, к сожалению, этого было совсем недостаточно, и на первом уровне... Да, он вкачал... Мюрель очень плоская. Он, по-моему, вкачал не райдклик, а райдклик он вкачал. Райдклик он вкачал, да. Вкачал свою сверку, он даже ее использовал, но все равно этого не хватило. Рот Нвидия промахивается по Вайлду, будет пытаться Груксевичу снинуть, хорошая стяжечка, но слишком много дэмпиджа вливается в этого Груксевича, и это ужаснейший ганг просто. Ужаснейший ганг просто от команды Олдрич. Слишком много дэмпиджа влилось в этого рэмпы, и же в этого Груксевича, и это 0-3 на первой минуте. Да, что-то очень такое, прям активное начало, и вот вроде бы Олдрич сначала показали такой прям вот классный такой забег, казалось бы, сейчас будет что-то мощное. Мне, честно говоря, в первую очередь нравится то, что ребята из Виктис, они поставили себе ворды сразу, с самого начала игры. Я вот уже вчера об этом неоднократно говорил, что от некоторых команд мы вообще не видим ворды. Сейчас мы видим эти со старта, эти вордишонщики, они прямо вот действительно помогают этой команде. Они очень сильно вначале спасли команду Виктис, а еще и потом практически помогли им сделать 3 килла. По большей части там, конечно... Да, и в принципе они же с вами этого хомяка, кстати говоря, который там стоял в виде. Да, 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 это правда. Это правда. Что ж, мы видим, что здесь Груксевич на правой стороне стоит очень-очень долго, я не понимаю, почему ему давают фрифарм, но это уже не моя забота. Как говорится, это забота команды Виктис в будущем. То есть не Виктис, а команды Олдрич, извините. Этот Груксевич, ой, как больно зайдет им. Да, на самом деле, сейчас посмотрим, как они будут реализовывать этого самого Грукса, потому что, как мы помним вчера, ребята тоже пекали Грукса, но, к сожалению, не реализовывали вот этот огромный потенциал в начале игры. А здесь, в принципе, есть, кого идти гонкать. Можно пойти попробовать там гонкануть этого же самого Твингласта, да, можно пойти попробовать убить этого Мёрдока, в принципе, выйти на лайн-дей, там, та же самая Мюриль не особо чем-то себя засейвит, если её гонкать вдвоём, втроём. И в начале, да. Да. Ой, не Мюриль, прошу прощения, хомяк. Да, поэтому нужно агрессивничать, всё-таки лесники, они для этого вначале не нужны. Такие лесники, как Груксеевич, такие лесники, как Химеры, они вначале невероятно сильны. И, естественно, к мидгейму они могут свой потенциал развить просто на невероятный уровень, и дальше быть огромнейшей проблемой для вражеской команды. Но если вначале не агрессивничать и ждать чего-то извне, то, конечно, эти герои, они себя в лейте показывают не так хорошо, как бы хотелось. Не так хорошо. Биккис хотят попытаться забрать чёрный баф. Нет, они просто не у него пробегают. К сожалению, они не забирают чёрный баф. А смотри, что будет делать Рэмпидж. Он просто сейчас на Капчандра выйдет, просто даст ему стан, и Капчандр отправится домой, потому что у Хомяка есть ульта, нужно ульту использовать. Не надо жадничать. Ну, собственно говоря, они команда Виккис. И без ульты Хомяка справляются на отлично. Один станчик, второй станчик, и всё. И Мюриль ничего не может сделать. И вышка 3-1 упадёт. Да, отличный ганг, на самом деле, очень хороший прыжочек от Рэмпиджа. Варда там не было, и, соответственно, спокойно забрали эту самую Мюриль. Да, отлично зашли. А вот и отсутствие вардов. Не видели Рэмпиджа? Рэмпидж просто запрыгнул. Дал станчик, Деккер тоже дал станчик, и всё. И посыпалась эта команда, Олдрич. И я вижу, что команда Виккис, она не будет отходить, она будет пытаться забирать эту Т2-вышку, а Т2-вышку никто не хочет сейвить. И немножко как-то опасно стоит вот этот Мюрдок позади, потому что ребята могут просто отойти и, в принципе, сейчас забрать его, что, в принципе, скорее всего, сейчас и произойдёт. Если бы Сперу попал, они бы забрали. Ну, попадёт ли Вайлд? Попал Вайлд, и всё, у Мюрдока огромнейшие проблемы, потому что её вся команда обошла. Я понятия не имею, что он здесь делал. Это просто изи килл. Изи фраг. Здесь ещё Роад Ту-Нвидия бежит. Его тоже могут встретить. Ну, Ту-Нвидия может резко прекратиться, если он сейчас не уйдёт отсюда. Да, он уходит. Ну... Обрывается дорога. Ниги. Оборвалась дорога. Тупик. Да, и что ж, мы видим... Ой-ой-ой, чуть мне игра подкризилась. Скажи, пожалуйста, какая у тебя секунда. 47, 48. Угу, 6-49. Всё в порядке. Окей. И мы видим отличнюю игру просто от команды Виктис. Счёт 0-5. Чёрные ребята забрали. И это уже радует. Уже радует, что ребята знают о чёрном баке. Более того, они забрали первую вышку и пойдут забирать Т1 слева. И, скорее всего, у них это получится, потому что вся команда Олдрич, она... Она совсем на других линиях. Да, и вот сейчас подтягивает сюда Мёрдок, но, скорее всего, здесь просто сейчас умрёт этот рэмбель, потому что у неё нет ульты, у неё нет пятого уровня, слишком бородей, и умрёт здесь ещё и Мёрдок, скорее всего, потому что въезжает. Да, он отсюда никуда уже не уйдёт. Куда ты, братан? Стой! Всё, это минус Мёрдок. Это минус 2 на ровном месте, серьёзно. Это минус 2 на ровном месте? Это потеря вышки, и Олдрич, они потерялись, они не знают, что им делать. Да, что-то как-то уж сильно прессингуют ребята из... Виктис. Это был название команды резко. Да, Виктис, что-то у меня вылетело из головы. Да, ребята, что-то прям в жёстко реально прессингуют, причём вот они избежали этого ганга вначале, и мне кажется, у Олдричи всё посыпалось с этого момента. У них посыпалось, по-моему, с начала игры. Да, у них посыпалось всё с начала игры, когда они зашли в лес вражеский, они попытались агрессивничать, но ещё и от этого отъехали. Там дали станчик Грусевича, и, скорее всего, он умрёт, но нет, есть у него рывочек, и он, в принципе, на рывочке на изи уходит. А Т2-то упала? Слева. А ведь всего-навсего, 9 минуты игры. Да, и сейчас, на самом деле, команде Виктис ничего не мешает вообще пойти и сделать то же самое по другой линии, потому что они чувствуют, что они сильнее, они играют вот эту вот, собственно, игру в пятером, да, там, Five Team, Five Man Team, то есть они спокойно приходят на один лайн и спокойно сносят вышку, забирают им сам преимущество, лишние очки карт, ну и ребята что-то ничего им противопоставить не могут изолочь. И всё это время, заметь, они были без Грукса. Они были вчетвером, а этот Груксевич просто стоял на солянке. Там, конечно, пытался Твинбласс его немножко понапрягать, но у Айкофи пятый уровень, а у Груксевича практически восьмой. Есть разница небольшая, как по мне. Да, есть такое, действительно, там, ребята, некоторые спрашивают по поводу названия команд вверху, там у нас, наверное, немножко по-разному стоит, по-другому. Те, которые справа, это Виктис, и те, которые слева, это, собственно, Олдричи. Да, я, наверное, поменяю всё-таки, чтобы вы, ребята, не путались. Да, стоит отметить, что Виктис действительно играет очень неплохо. Они прям вот с самого начала, вот это вот то, о чём мы говорили, что ребята действительно подготовились, они показывают хорошую игру, они прямо вот сейчас давят, они реализуют своих героев с самого начала игры, то есть этот рэмпадж, который гонкает, приходит, да, этот, соответственно, этот, там, не знаю, вот этот декер, который, да, с таким же сроумом, таким помогал этому рэмпаджу. То есть ребята прям вот заходят и играют, играют и прям вот показывают действительно хорошую катку. Да, Виктис, они стали моими любимчиками, уже очень мне нравится, как они играют, но они просто, не просто хорошо играют, они показывают, что они могут как агрессивно играть, так и от дефа. Вначале они так хорошенечко засели, выждали этот момент и всё, медленно, но уверенно начали откармливаться, потом пропушили первый лайн, пропушили второй и всё, и теперь проблемы у команды Олдрич. Сейчас будет мир Грукса на левом линии, скорее всего, потому что у него заходит втроём, да, здесь он никуда его не отпустит абсолютно точно, даже если он прожмёт, ей ему дадут стан. Ничего тебе, брат, здесь уже не поможет, промахивается ультой Мёрдок и будет ли он уходить? Нет, он не уйдёт 100%, до свидания, Грукс, езжай на базу. Это первый килл для команды Олдрич? И на другом лайне, в принципе, здесь была ульта только что Деккер, зубцитого хомяка, мы познавательненько немножко зубцит, всё равно, в принципе, сделали ещё один килл, и сейчас убьют ещё и Твинбласта. Да, убьют Твинбласта, ещё и пропушат правую линию, вторую вышку. И это ещё больше принесёт деньги команде Виктис. И Виктис и Спорт чувствуют себя просто на коне. У них сейчас будет огромнейшее преимущество, а команде Олдрич, ой, как будет больно сейчас. Ой, как будет больно, я там ещё и вижу, что Груксеич, возможно, будет пытаться их обойти, но нет, всё-таки он понимает, что делать ему там нечего. И пойдут ли Виктис к ингибитору? Мне кажется, они будут отходить всё-таки, потому что их Грукс погиб. Вот, жалко, что Грукс был на другой линии, немножечко как-то не доиграли этот момент ребята. Но зато хорошо, что действительно они пошли, спушили опять-таки Т2, и сейчас осталось всего одна Т2 вышка в меду. И, ну, на самом деле, замечательное начало. То есть, действительно, мы видим, что прям ребята топят, ребята топят. И, кстати, стоит отметить, что по количеству крипов они уже обогнали Олдрич в два с лишним раза. Да. И по количеству карт невероятные преимущества. Просто 21 карта против 9, ну, это сильно, действительно. Это просто ужасно для команды Олдрич, которая чувствует себя... Я даже не знаю, как это назвать. Потому что здесь настолько огромнейшее преимущество у команды сейчас Виктис Гейминг, что просто Рэмпадж в наглую заходит на 12-й минуте в Айкофи. Айкофи даже и Мюриль не зацейвит. Я в этом уверен на 200%. Всё равно здесь Айкофи будет поигвать. Но всё-таки хорошая стяжечка от Груксевича. Начинается файт. Пытается, ребята, разминать. Роатун Виде начинает там виды немножко раздамаживать. В это время Финт убивает Груксевича. И теперь у команды Олдрич будут небольшие проблемы. Потому что Айкофи погибает от Груксевича. От Груксевича хорошая ульта от троих. Отличнейшая просто аминка от Ховицера. И это минус 4 на равном месте. Да, причём, казалось бы, как бы ребята так тихо-мирно фармили на лайне. Но, опять-таки, это отсутствие вардов. Это отсутствие какого-то понимания того, где противник находится на карте. Да, потому что это одинокий вард на левой линии. Это отсутствие понимания игры. Ну, есть такое, да. Ну, хотя и стоит отметить, что Викти сыграет действительно хорошо. То есть, они как-то вот слаженно действуют. Несмотря на то, что противники, может быть, у них несколько слабее, да, чем они. Но, так или иначе, Викти действительно неплохо играет. Да, Викти сейчас неплохо играет. Там сейчас Груксевец может отъехать. Но не было слишком блеска. И ингибитор упадёт у команды Олдрича на 14-й минуте. Ой, как будет неприятно. Теперь с этими мега-крепами. Дейфайк линию на 14-й минуте, когда у вашего Керри... 9 карточек на 14-й минуте. Да, это забавная ситуация, и тут сложно что-то будет сделать, потому что сейчас... Я не знаю, как это камбэк, честно. Да, оформить будет сложно, потому что эти крипы, они жирные, которые будут по этому лайну, они сложно убиваются. И сейчас ещё и заберут весь лес оппоненты, да, то есть вот они, видимо, сейчас заходят на ИСУ, забирают синие, заберут также белые кампаны. А они почему-то не... Поставят на свой Харвестер, то есть... Они не поставили Харвестер, потому что они вражески не разрушили, буквально осталась там одна автоатака, и я не совсем понимаю, почему они не забили, видимо, дали шанс. Ну это такой, да, это как бы... Ну, мы вот чуть-чуть дали вам фору. Да, типа... Мы вас пожалели. У них там 330, собственно, очков карт. Да, это было на самом деле очень забавно, у меня опять какие-то призы пошли. Сейчас окей, нет? Да, вроде бы всё в порядке. Какая у тебя минута? 10, 11, 12... Пожалуйста, останови у меня... Ты останови, то есть ты останови. Ага, остановился. И... Какая у тебя? 17. Хорошо, у меня тогда 10... 13... 15... 16... 17... 18... 19... Всё в порядке? Отлично. Да, да, окей. Какие-то небольшие призы есть. И что ж, я предлагаю команде Виктис просто вернуться к Арбеньке, забрать Арбу и донести её. И победить просто. Потому что Олдричи сейчас ничего не смогут сделать. Там одна ульта Хомяка на счёт такой дэмэдж, что полкоманды Олдрич просто отвалится от этой ульты. Я уже молчу об этом Рэмпэйджи. И вместе с Круксевчем. Хомяк с двумя... С двумя крахами, которые сейчас у него собраны. И... И... Они прям вот реально будут дамажить этим ребятам. Там ещё и проблемы у команды Олдрич из их Твинбластом, потому что он вылетел. Да, действительно, есть такая штука. Да, есть такая штука. Я не знаю, как они теперь будут дефать вчетвером. Да ещё и... В таком... В таком проигрыше по карточкам. Посмотри, как Хомяк наваливает... Да, просто там этот Капсяндр, он отвалился. Там пол здоровья, а там... А пол полуэтанец сразу, да? Да, да, да. Я не знаю, как они это будут сейчас дефать. Они понимают, что если они потеряют арботу, они совсем проиграют. Командовики забирают эту арбеньку. К Капсяндру могут быть огромные проблемы, потому что он сейчас отъедет от Хомяка. Но нет. Почему-то Хомяк решил не чезить. Капсяндр, хотя на самом деле можно было его там убивать, его не было маны, но решили пощадить. Пощадить Мюриэль, и ребята будут собираться на левой линии и доносить прайм-орб. Ну, в общем-то, здесь спокойное окончание игры, я так думаю, будет, потому что ребята просто сейчас доносят арбу, и, в общем-то, сносят ингибитор, и сносят... Ядро. Ядро, да. Ой, совсем языкаточка какая-то вырисовывается. 16-ая минута игры, а Олдричи просто рассыпались, да ещё и потеряли своего Твинбласта. Не то, чтобы он там много дэмэджа вливал бы. Не то, чтобы он был очень полезным, конечно, но, так или иначе, в общем-то, без Твинбласта играть как-то сложнее. Вот если кто-то и должен был вылетать, так это кто-то из команды Виктис. Хотя, я думаю, что это не сильно бы поменяло, на самом деле, ситуацию, кто бы там не вылетел, может быть, какая-нибудь... Ну, возможно, они бы не так агрессивничали, знаешь? Ну, да, но, с другой стороны, не думаю, что прям это сильно поменялось. Хотя, ну, не знаю, да, тут такой вопрос. Да, ребята в чатике пишут, ребята в чатике пишут, что Твинбласт подустал. Ну, просто, мне кажется, просто могло бомбануть, во-первых. Да, может и такое быть. Такой фактор. Да, то есть, парень просто мог такое сказать, блин, ребят, ну... Он так бы не сказал, я тебе, честно говоря, он сказал бы по-другому. Да вы что, не сказал бы, блин, ребят, извините, я ухожу. Самое интересное, что, смотри, команда Олдрич втроём пытается задефать эту арбу. Или один Мердок будет дефать вместе с Капсяндром. Да, этот Рэмп, просто если пробежал, донёс арбу, там ещё и Джи-Джимон отвалится сейчас от всей команды Виктис. И, собственно говоря, я думаю, что это победа для команды Виктис, потому что, в принципе, больше здесь делать им нечего. Им очень легко сейчас будет с арбой проносить эти все вышки, эти все ингибиторы и, собственно говоря, само ядро. Да, действительно, очень хорошая игра от Виктис. Чувствуется, что, опять-таки, да, скажу, что, несмотря на то, что оппоненты слабее, да, чем, собственно, Виктис, но, так или иначе, ребята сыграли действительно хорошо. Они показывают, правда, неплохую игру, то есть, вот эти вот сейчас стяжки и, в общем, сейчас ульта вот эта хомяка, да, как это реализация скиллов, в принципе, в целом, эти ранние ганки. Да, то есть, они очень классно выглядят, на самом деле. В целом, это показывает вот какой-то их такой вот прям подготовку и их скилл. Да, это была совсем изи-каточка для команды Виктис. Мы надеемся, что во второй игре команда Олдрич как-то соберется с мыслями и, собственно говоря, подготовится чуть-чуть получше. Им нужно, им нужен этот перерыв сейчас, 10-минутный, чтобы обдумать все. И, возможно, чтобы вернуться Твинбласту, потому что, я так понимаю, что у них нету пятого игрока. И, собственно говоря, начинать вторую каточку вместе уже полной командой и показать действительно достойную игру. Потому что сейчас видно было, что они подготовились, да. Но этого, к сожалению, не хватило. Вначале все посыпалось и, собственно говоря, из-за этого они... Спасибо.